Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами я, Карбончик, и сегодня мы играем в Самп. Наконец-то я наш зашёл вовремя. Ну, как вовремя, то есть когда онлайн ещё более-менее нормальный. А то после времени я захожу всё время ночью онлайн, то 200, то 300, то ещё что-нибудь подобное. Ну и, как вы понимаете, делать такое время в Сампе абсолютно нечего. Сегодня я играю один, как-то не хотел озвать Серёгу, решил побегать немножко один в Сампе. Как мы помним, в прошлой серии я устроился на автоугонщика, и поэтому сейчас мы найдём транспорт, чтобы добраться до автоугона. Там мы выберём класс N. Кстати, я узнал то, что не любой класс на выбор можно выбирать. То, помните, в прошлом видео я спрашивал у моего друга, где мне, типа, какой класс мне взять, чтобы найти машину. Он думал, можно выбрать любой, а оказалось то, что это, как всегда, по скиллам. Ну, это, в общем-то, как всегда. Это же РП-режим, и в нём всё это развитие, кач, скилл, всё тому подобное, с элементами РПГ. Вот. Ну, а тут, как вы понимаете, элемент РПГ всегда качайся, качайся и тому подобное. Раскачивайся, задройся. Вчера я заходил в САМП ночью, и скажу вам честно, то, что я вчера снял видео, но решил его не заливать, так как оно было жутко депрессивно. Я там только ныл и жаловался на САМП РП, потому что вчера это просто не РП-сервер, даже не ДМ-сервер, это просто школа-сервер был какой-то. И хотя, уж не знаю, в два ночи сидеть, школьники, по идее, не должны, но было просто говно ужасное творилось на этом сервере, читаки разносили всё по углам, ни одного администратора, и банды... Ух, моток, 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 банды творили всё, что хотели, блин, вот, моток профукал. Вот, вояки творили то, что хотели, никто никого не обращал внимания, всем было на всех насрать, все что-то, ну, бред, короче, ужасно творилось, я решил это видео не заливать. Так, вот я попросил до автоугона, куда вас, я говорю, до автоугона, здесь не узнают, куда-то ехать, наверное, не знает, судя по нику, вряд ли он будет узнать, в гетто. Лос-Сантос. Сейчас приятно, что надо писать первый город. Первый город. Ну, ну вези, твою мать, что жуки все тупые. Ну, ну. Одному нужно валкозавод, второму таксопарк, и вот теперь не знаю, куда уж он первым делом поедет, по идее, я первый сел в такси, и первым делом обслуживаться должен мой заказ. Но уж не знаю, как поступит этот таксист у нас профессиональный. А-а-а-а-а-а-а-а, понятно. За рулем баба. Я что-то не пойму, что происходит. Ё-мо-а, тут же конкретная порнуха творится, только гляньте на это. Текстурки, майки не прорисовались Теперь у нас конкретная порнуха творится Ох, ох, ой, ладно А то сейчас еще видео завлокируют за квадратные титьки Ну, хоть какие-то мероприятия маленькие проводятся Интересные, но это, опять же, в узком кругу людей Для истинных задротов сам ПРП А для обычных первых, там, тире, восьмых ловаков Которые, ну, десятых, эти десятые порой еще бывают Куда-либо попадают Это так, вот, первый-десятый левел, это вот считает Дноты, чисто заработок Да, просто чисто заработок админов И то не всех админов Я на днях узнал то, что Как на днях? Я уж давно это знаю Просто, скажем так, я недостаточно давно-то знаю Хочется давно, но относительно То есть, относительно того, что сколько я играю в сам Я узнал это, можно сказать, недавно по отношению к этой игре Что администрация, половина администрации денег ни хрена не получает То есть, какое дело, они работают на старших админов, они выполняют требования сервера Они работают, можно сказать, на сервер и ни хрена за это не получают Это, мне кажется, тупо Какой-то смысл быть админом Иметь эти, как сказать Иметь какие-то привилегии, какие-то сверхвозможности относительно сервера Ну, согласен, школьник будет рад такой возможности Там, не знаю, побанить, там, быть крутым Угрожать, там, быть мега-крутым пацаном в игре Школьники любят это дело Вот, но взрослый человек так вот проскидит мозгами Скажет, зачем? Я играю в свое удовольствие А администрация это лишнее ответственно Зачем мне это нужно, если я за это не буду ничего получать? В свое время, конечно, когда я еще задротился у нас на ПРУП Мне самому и само собой как-то хотелось быть админом Не то, чтобы у меня была такая возможность, или я планировал Просто была такая мысль, что, ну, да, неплохо бы быть админом Вот, но я уверен, что Уверен был, что Ну, тут, ну, либо нужно жесткое задротство Либо нужно заплатить Либо еще что-то И все эти, вряд ли, не устраивали А уж после того, как я узнал, что за это не платят И на тебя наседают Я понял, что Ну, нафиг в смысле свое желание, конечно То есть, потому что Мне никто этого не предлагал, и вряд ли кто-нибудь предложил бы Предложи мне это кто-нибудь год назад Я бы, возможно, согласился Но сейчас Я бы, наверное, отказался Мне это уже не интересно Пока что парень едет почти правильно Почти И даже более того Он первым повез меня И даже более того Он не спросил с меня чаевые Это вообще просто Сверхвозможного Я бы так даже сказал Потому что, когда сидишь в обычном такси Среди сразу Гони на чай Гони на чай Гони на чай Прям не сдвинулся с места, пока не дашь на чай Но это, конечно же, перебор Тем более, тебе не хочется давать деньги Таксисту, который тебя даже еще не подвез Мы хоть раз садились в такси и платили заранее На чай Притом на чай Тут такси стало бесплатным До этого оно было платным До этого и автобусы-то были платные Я еще и те времена помню Когда и автобусы были платные Такси стало в том Автобусы стали бесплатными Потом такси стали бесплатными Мир безнадобности Серый мешок обновил В некотором в плюсе В некотором в минусе такси Ну, мне кажется, что оно в плюсе Вот Обновил такси И оно стало удобнее Вот Так, тут я поздравлю слезу Спасибо Нормально, чувак Нормально Переброс, но спасибо Правда, я хотел ему оплатить Ну, я ланчерский момент Меня удрал Хотя я бы хотел ему кинуть на чай Хотя бы за то, что Он не клянчил И то за это уже можно На чай, что хотя бы он не клянчил Можно, конечно, так ненавязчиво Типа Вы можете оставить на чай Там Я буду не против Если вы оставите мне на чай Там, что-то такое Но Я буду не против Понятно, что ты будешь не против Нет, лучше что-то что-нибудь Типа Как сказать Ну, что-то еще Еще Менее навязчивое, что ли Так, где у нас тут Черная отметка С Машиной Нуб-класса Сейчас поищем Так Вот Нужно ехать вот сюда Окей, погнали Заводись, поехали Интересно, можно тачку закрыть Я просто офигею, если быть можно Так Плок Нет Опен, по-моему О-пен Или как там Да хрен его знает Короче, наверное, нельзя, да? Класс Нет Не Опен Это открыть А закрыть Плок Нет Ну ладно Черно, поехали На этом сервере Все еще пытается Сделать какие-то Мероприятия Мало того Мероприятия И РП Мероприятия Это же само собой РП Мероприятия Потому что на самом деле Да ну подумаешь В игре Девку украли Да ну насрать Она взяла Дарилогнула Споявилась опять на респе Там, не знаю Побежала дальше Все это, конечно же Полная туфта И все еще на этом сервере Пытаюсь что сделать И РП, блин Мне кажется, что На этом сервере Как это было бы Неприятно И мне не хотелось Большиный раз напоминать Но И РП на этом сервере Убил И вообще На сампе Такого как РП Это особо-то и нет В плане того, что Игра малореалистична Для этого самого РП Блин, я думал Я подлечу Я думал, что это будет подлетка В итоге раздолбал ее Эту самую подлетку Вот Неприятно получилось Ну как неприятно Это был фейл Вот А фейл всегда неприятно Так, что же нас там пишут Жених Невеста еще нужна Че-то много женихов Наверное, в смс Много народу написала Настя, ай-ай-ай Тогда твоя Твоя жена Че-то в Че-6 Приезжай не один Кентов бери Приедешь Кентов бери Приедешь Вставай напротив Без выкупа Не отдадим В общем, все на этом Вот Многие пишут То, что якобы Не ВЛС То, что Якобы Сервер Сервер Адванс У него больше РП Но У него мод Немножко другой Возможно Более интересный Если бы я Изначально играл На этом адвансе Может быть Сейчас я снимал бы там Но я изначально Играл на этом сервере Поэтому я снимаю его Возможно Он чем-то стал лучше Возможно Че-то в нем хуже Я не знаю Я в основном Даже захожу на этот сервер Из-за людей Из-за знакомых Которые я знал до этого Раньше По крайней мере Заходил Сейчас захожу Чисто поснимать Погволтать с вами Еще что-то такое Но задротить Я уже на этом сервере Давно не хочу И вряд ли я бы стал Сейчас задротить На адвансе Я возможно Посмотрел бы Я был на этом адвансе Я играл в нем Да Мод такой интересненький Отличается А когда что-то новенькое Всегда интересно Вот Но Я не думаю Что там РП больше Люди же одни и те же Там же играют Те же самые люди Нет же определенных Каких-то рамок Типа Если ты не будешь писать Через МЕ То тебя забанят Если ты не будешь Там что-то делать Тебя забанят Я не думаю Что там есть Что-то такое То есть Нет каких-то определенных Границ и рамок А следовательно Все зависит от людей Ну Я не думаю Что В одном Углу Люди Краш Чем в другом углу Это все Относительно Какого-то человека То есть скажем На этом сервере тоже Можно вон Как видите Честно проводится Какое-то мероприятие Или зайти Какой-то определенный день Попасть в какую-нибудь Там определенную группу Людей Которые будут стоять И общаться По РП Вот И вы подумаете Вау РПшный сервер Или зайти ночью И смотрите Как четыре раза Наносит сервер Просто пух и прах Мне кажется Там происходит То же самое Так же В зависимости от того В какую компанию Ты попал Где ты находишься Какое время Ты зашел И с каким левелами Ты общаешься Вот А Все остальное Ну это Чепуха Ну это опять же Лично я так считаю То есть возможно Я и не прав Это лично мое мнение Вот мой взгляд Может быть я не прав Или вы считаете По-другому Ну блин Я еще и свалился Что за бред Лагает Что-то Интересно Комменты Ко не приебутся Типа Какого хрена Ты врезался Это ПДД Почему ты сдвинулся С места Стой там То есть такая фигня Но ментам пофиг Это же санандровские менты А в санандровские менты Прикапаются только так Да как тебе Когда ты их заденешь А если ты задел Кого-то другого То им плевать Опа Что-то интересненькое Давайте посмотрим Что же здесь будет происходить Достаточно интересно Остановимся Так поглазеем чуть-чуть За что? Да интересно Правда За что? Интересно Потрудится ли он Ему ответить Забег по дороге Интересно Ну Чуваку стало скучно Нету преступников И почему бы Не взять бича Который бежит по дороге У которого просто Нету транспорта И он вынужден Бежать по дороге Ну черт РП И сам частенько Банехоплю кстати Так Что-то интересное Проходит в этом На этом Мероприятии Давайте почитаем Смотрите Жених Так Так вот Выкуп не отдадим Так Жених Кентов на 10м назад Подходи мужик Задача жениха Заставить Кентов Танцевать Один тот же танец Одновременно Помогайте ему Забавно Интересно Буду на это посмотреть Но Не знаю Где это проходит Скорее всего Админ отвел Отвел для этого дела Специально какую-нибудь точку Вот И на ней развлекается Кого-то уже успел Забакить Но это не факт Что конечно же Из той кучи Может быть Какой-нибудь чувачок Зашел Начал тут летать Крушить И его бац И нет Однако я думаю Что когда выйдет GTA 5 на ПК И когда появится GTA Online В тот день Наверное В течении той недели Наверное Самп РП Конкретненько Опустеет Как крайне мере На половину Думаю точно Под выход GTA Вот Первая неделя Будет на сампе Наверное Конкретно Пусто Возможно потом Кто-нибудь вернется И то я сомневаюсь Хотя Я прочитал то Что Максимальное количество Людей В GTA Online То есть 32 слота Будет То есть Вы сможете Сыграть с друзьями Максимум 32 человека Но приятно Что у вас 32 друга Будет играть Одновременно Это вряд ли Вот Ну Ну как То есть Ну Онлайн друзья Если такое С кем-нибудь познакомимся Это понятно Да Это не оговаривается Оговаривается Другое То что 32 это мало На мой взгляд Для каких-нибудь Интересных Замотов Я думаю Что нужно ехать Тут оказывается Так Тачка была нужна Я забыл совсем А вот 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 Так Сабры Сабры Это прикольно Так У нас похоже Проводится Кое-нибудь А ну да Здесь у нас идет Этот Мой Черный Мот Меня конечно Привлекает Мое внимание Так Сабры 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 Давайте сказать Сабры Наверное Как раз здесь И проходила Та самая Свадьба На которую Украли невесту Давайте спросим Полюбопытствуем Отсюда Украли невесту Так Отсюда Украли Невесту А сабры Есть где-нибудь Здесь Что-то я пока Не наблюдаю Наверное Шериф Не даст ужасно Мне ответить Ну конечно Куда уж Мне Ой Вон Кажется Сабры Какого хрена Ты делаешь Что за коп Какого хрена Вообще Сделал Так Стоп На машину Делать Сабры Кажется Уехал В ту сторону Это плохо Это вот Нехорошо К сожалению Она не отмечается Красной точкой На карте Насчет Было бы Слишком Просто В принципе Я могу Пригнать Любую Сабру Но попробуй Ты найди Эту Сабру Любую Какого хрена Вообще Мент Я скинул С тачки Че за Вообще Коп Че Я тоже Не понял Так Лучше Мы не сказали Валтон Пригони Валтон Я без проблем Пригнал Или Или Это Не покупной Валтон Нет По-моему Вообще Этого Валтон А Нет Покупной Валтон Я подумал Что это Валтон Этих Фермеров Так Ну и Что будем Делать С этим С Нашим Заказиком Пока Так что Я Очень Так Сказать Затрудняюсь Все это Дело Выполнить Зря Я не Почитал Заранее На форуме Меняется Ли Объявление Ух ты Священник Маркус Воз И Алина Твикс Кстати Алина Твикс Я по-моему Раньше Знал Ну как Знал Особо Плотно Не общались Вот Но Был Знаком Но Наверное Меня Помнит Возможно Еще на Другом Аккаунте Была Но Достаточно Такая Популярная И частая Личность На сам Перп Так Где же Нам Найти Теперь Мне вот Интересно Квадратчик Черный Перемещается По Перемещению Автомобиля Ну тогда Если бы он Перемещался Наверное Было бы То же Самое Что и Перемещение Красной Точки На карте Это Было бы Примерно То же Самое Ведь Этот Квадрат Не такой Большой Диапазон Это Маленький Наверное Просто Квадрат Отмечали Где Тачка Была Но Не факт Что Она Там Еще И Осталась Так И Другую Любую Уграть Нельзя Только Сабра Что же Делать И Вряд ли Нас Теперь Вернется Если В такой Стать Тачки Сюда Возвращаться Да Поехал Направду В ту сторону Я Сомневаюсь Что Я Сейчас Могу Ее Найти Вот Таким Вот Образом Человек Мог Уйти Офлайн Мог Утопить Свою Машину Мог Сдохнуть И Респануться Где-нибудь В небытие Еще Куча Всякого Всего Того Подобного Вот Я не думаю Что сейчас Будет так Просто Ее Найти Но Вряд ли Он мог Поехать Сюда Потому Что Тут В принципе Так Делать Особо Нечего Так Куда Ж Тогда Он мог Поехать А Вот Тут И Угнал С Машину Но Это Можно услышать По ее сигналам Она Бибика Слышите Не знаю Слышите вы Или нет Я достаточно Нехило Ослабил Звук Игры Вот Но Должно Быть Слышали Пип 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 То есть Машина Сработала Машину Кто-то Угнула Кому-то Повезло Но Это Точно Не мне Чужинный Квадрат Все Находится В том Месте Можно Конечно Еще раз Есть Осмотреть Все Более Внимательно Но Я думаю Внимательно Имеется ли он Автомобиль Сабра Еще В полном Ли он тут Наличии Интересно Черные Кнопки Черные пятна Могут появиться Где-нибудь Еще То есть Скажем Черные Сабра Не одно Там На карте Еще какая-то Черная Отметка Типа Можешь Выбрать Сюда Или Сюда В общем Она не Перемещается Это же Слишком Хотя Мы еще Не смотрели Вот Давай Заводись Вы еще Не смотрели Вот здесь Вот Вот здесь Мы еще Не смотрели Но я Сомневаюсь Что здесь Она может Находиться Ну тут Есть какая-то Машина Но это Точно Не Н Интересно Если бы Она была бы Открыта Я просто Офигел Как бы Себе Не обосраться Так Ну по-любому Конечно же Она закрыта Ну а других Сабр Я здесь Не наблюдаю К сожалению Короче Нет там Тачки И кладем На нее Такой Небольшой Болтик На эту тачку Хрен Весней Не хочу Я за ней Гоняться Как вы видите Работа Автоугонщика Не такая же Простая Хотя Достаточно Была бы Интересна Если бы Не эти Нюансы Вроде С одной Стороны Если мы Отметим Черную Точку На карте Вернее Красную Отметку Поставим Над машиной То Мне Слишком Легко Будет Ее Найти Это не Сабр Случил Что-то Похоже А может Доедем До этой Тачки Посмотрите Расслать По-моему Это Тачка Нужна 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 Блин Вот мой Моток Оно Конечно Такое Медленное Просто Жуть Главное Главное Не упустить Не упустить По-моему Это Сабра Точно Нужно Не вспомнил Главное Не привлекать Себя Внимание А Какого Хрена Вы Вытворяете Блин Если Он Едет Какой Небудь Джизи А Оставит Машину Возле Джизи Это Будет Просто Вообще Греколепно Вот Ну Конечно Силы Я Тачку Отбить Не Могу Только Лишь Дождаться Пока Он От нее Отличется С другой Стороны Если Сейчас Не остановится Через две У меня Будет Очень Мало Времени Чтобы Вернуть Машину Туда Куда Мне Скажут Везти Это Будет Просто Очень Сложно Так Похоже Он Приехал Сюда И Это Здорово Сейчас Он Припаркуется Так Мы Остановимся Здесь Как будто Мы Тоже На Свадьбе Что Интересно Так Вот так Вот Так Это Ну Что Так Да Это Сабра Давай 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 Да Ну Давай Не надо Не делать Это Ай Черт Возьми Ай Отбегай 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 Блин Че же Делать Вернусь Попозже Какой Позже Мне Осталось Четыре Минуты Но Это Был Сабра Он Не Ну Жан Не Что Ж Делать Он Уехал Нее Не Топи Е Он Утопил Е Шалама Зачем Ты Это Сделала Я Ещё Свою Бот Утопил Я Зачем Это Сделал Я Зачем Это Сделал Тупая Манда Зачем Ты Это Сделала Она Ну Не Прикапай Ко Мне Не Надо Не Надо Чувак Ну Работаю Я What Фак Какую хрен Ты делаешь Блин Нам не нужно Стой 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 Какой же Это Пища Жёсткая На хрен Это Сделал Чуть Задави Меня Пожалуйста Задави Ага Сделай Так Так Сделай Это Не Помню Как Называется БГ Что Тихо Короче Убийство Машин Да Стой Стой Но мне Нужна Эта Тачка Но она Всё равно Даже Не твоя Ты же Сам Её Угнал Военный Так Нельзя Делать Это Не ПРП Это Не ПРП Твою Мать Ты же Не будешь Угнать Машину Чтобы Дать Её Угнать Твою Мать Сука Это Не Твоя Машина Стой Сука Ещё Неправильно Писал Ну Прекрасно Тут Машины Больше Нет Ну Круто Блин Теперь Тут Сабра Точно Не Паяется Уж Не Все На Сабра Разъезжают Это Надо Было Просрать Две Машины Сабра Здесь Прослишком Людное Конечно Место Народа Много Не Поспоришь С этим Зачем Я Утопил Свой Мот Эк Вот Этого Я Понять Не Могу Зачем Я Это Сделал Ну Мот На Кое Утопить Меня О Одна Из Машины С Привом Орендовка Давайте Возьмём Ай Поехали Хоть Её От нас Никто Не Отнимает Это Никому Не Нужно Вол Мне Даже Написали Как Вы Умудрились Потерять Эту Машину Ищите Новую Во-первых У нас Осталось Полторы Минут На Поиски Новые А Во-вторых Как Я Мог Умудриться Потерять Эту Машину Блин Что Здесь Ещё Происходит Такого Хрена Военные Разгуливают Пьяном Состояние Это Тоже Не Могу Понять Это Блин Перебор Военные Должны Быть На Военном Посте И А не Шалить Тут Жалко Что Дверью Нельзя Задеть Да Блин Чувака Ещё Задавил Уйди Чувак Уйди Уйди Не Не Мешайся Под Под Ногами Под Колесом Вернее Ой Даже Не знаю Что Здесь Так Интересно Происходит Но По-любому Вход Джизи Сейчас Будет Дофига Стоит Давайте Посмотрим Тихо А то Ещё И А то Утоплю Вообще Убьюся В стенку Так Интересно Сколько У нас Стоит Вход В Джизи Ну Пожалуйста Только Не Триста Вирт Как всегда Ну Тут Сан Андер Чему-то Подивляться На верхних Этажах Никого Нету Вон Какие-то Ментуры Вон Там Танцуют Сверху Так Ну Ничего Интересного Просто Вояки Херачат Друг Друга Вообще Какой-то Непонятный Бред Творится Не Свадьба Бред Какой-то Короче Я Думал Что Более Интересно Так Теперь я Конечно же Могу Заходить Туда Не Платя Не Один Не Каждый Раз Заходя Платить За это Дело Правильно Но Тут Туз Какая-то Тухлая Я вам Скажу Вот Теперь Мне Слишком Долго Нам Нужны Хорошие Автоугонщики А не Черепахи По-любому За автоугонка Платили бы Копейки И Все Качай Докачай И Уж Лучше Если По доходу То Конечно же Лучше Играть Дальнобольщиком Но Интереснее Мне кажется Все-таки Вот Именно Доугольщиком Достаточно Интересно Что за Бред Вы долго Здесь творите Ненормальные Психи Вот Мод Какой-нибудь Оставал Открытый Но Этому Не Бывать Какого Хрен Ты Делаешь Дебил Где Моя Тачка А Вот Она Куда-то Приехал На корабле Корабля Нету Не Знаю Так Получилось Так Ну ладно Поехали Ну а если так подумать Куда же мы поедем В лес за орехами Поехали В лес за орехами О Бичок Бичок Главное Не сдавить бичка Топ Сейчас Ну На самом деле Давить машину Все-таки Тоже не перпа Так Ну ладно Всем дорогие подписчики С вами Я на этом Прощаюсь Посмотрю Что-то немножко Что-то еще за туса А потом уже Ухожу Восвояси На этом с вами Прощаюсь Так что Если кому-то понравилось Ставьте лайки Не забывайте Подписаны Если не подписаны Всем пока До новых встреч Увидимся в следующих Летсплеях Пока Субтитры сделал DimaTorzok